Игромания представляет Уже очень скоро, а именно 30 августа этого года, выйдет в свет Легион, шестое по счету расширение мира военного ремесла. Он опять оформлен в кислотно-зеленых тонах, как и The Burning Crusade, что неудивительно, так как эти дополнения во многом перекликаются. В Легионе ключевая роль снова достается эльфу-отступнику Иллидану. На этот раз его возвращает к жизни орочий шаман Гул'дан, прежде отправившийся на расколотые острова, чтобы организовать демоническое вторжение в Азерот. В общем, где-то мы это уже проходили. История Варкрафта пошла на очередной виток спирали. Снова пылающий Легион, снова рогатый Иллидан с криками о тысячелетней ненависти и всеобщей неготовности. Только вот поле боя уже не осколки разрушенного Дренора, а те самые расколотые острова, которые фигурировали еще в ходе событий Варкрафт 2. Ну а в Варкрафт 3 мы там обследовали гробницу Саргераса. Столица на сей раз опять общая. Уже знакомый нам летающий город Даларан. Теперь он парит в южной части карты, а вокруг него расположились шесть регионов. Расколотый берег – это то самое место, что Гул'дан поднялся до океана, чтобы добраться до гробницы. Вальшара некогда была обиталищем друидов, но после осквернения этот лес дружелюбным уже не назвать. В Штормхейме угнездились наши старые знакомые из ярости короля Лича – викинги Врайкулы. Правда, тут их благополучно завоевали демоны и приставили к вечному служению. Ассуна и Сурамар – это бывшие владения ночных эльфов, родина чуть ли не всех известных героев этой расы. Только вот после прихода демонов от их былого величия не осталось и следа. Кто не сдался в рабство, от тех остались лишь завывающие призраки. Ну и наконец Крутогорье – обитель тауренов, которая примечательна еще и логовом самого Смертокрыла. Дракон-то, положим, давно мертв, но, во-первых, в истории Варкрафта это еще ничего не значит. А во-вторых, среди того, что он после себя оставил, тоже было бы очень интересно покопаться. Новый класс на сей раз только один. Это охотники на демонов, но не те, что в Диабло, а ночные и кровавые эльфы, которые пошли по стопам Иллидана и, согласно принятой в Азероте формулировке, заключили союз с самой тьмой. Охотники на демонов умеют пользоваться демонической энергией, выращивают на голове сильные рога, а чтобы освоить призрачное зрение, себя ослепляют в ходе ритуала посвящения. Особой любовью среди собратьев по расе они не пользуются, но если уж рыцари смерти прижились, то почему бы и охотникам не дать шанс? С точки зрения игрового процесса, охотник на демонов — это боец ближнего боя в кожаных доспехах, который может исполнять и роль танка. Они очень маневренны, имеют двойной прыжок, умеют далеко кувыркаться и даже парить в воздухе на рудиментарных крылышках. Ну а призрачное зрение помогает видеть противника даже сквозь препятствия, что наверняка пригодится в ПВП. Систему боев друг с другом в очередной раз перекроили, выделив под нее отдельные ветки талантов. Максимальный уровень подняли до 110-го, ввели артефактные предметы, а от легендарных они отличаются тем, что разнятся для каждого класса. Скажем, целеустремленный шаман может выполнить длинную квестовую цепочку, чтобы получить Думхаммер, именной молот Трала. А паладину на тех же условиях достанется Эшбрингер, словом, каждый предмет возьмут не с потолка, а откуда-нибудь из богатой истории мира. Так, чтобы владеть им было особенно приятно. К гарнизонам добавятся ордены, допуск которым будут иметь только представители нужного класса. А то в Warlords of Draenor каждый сидел на своей базе и практически ни с кем не контактировал. Ну а тут игроки будут видеться хотя бы в стенах общей цитадели. А еще вы, вероятно, помните, что еще со времен оригинального, ванильного World of Warcraft, разработчики все обещали и обещали ввести в игру Зону Изумрудный Сон. Не прошло и 12 лет, как верные своему слову Blizzard разместили ее в игре. Правда, чуть не в том виде, в каком ожидалось изначально. Теперь это Изумрудный Кошмар. Рейдовое подземелье на 7 боссов. До запуска дополнения осталось еще 3 месяца, а сейчас вовсю идет его тестирование на закрытых серверах. Хотите тоже в нем поучаствовать? Вон там, внизу, в описании к видео мы раздаем ключи. И не говорите потом, когда вторжение демонов уже начнется официально, что... Вы не готовы!